Здравствуйте! Это программа День города в студии Валерий Седов. Смотрите в этом выпуске. Чем мы дышим? В Рязани горит свалка твердых бытовых отходов. Точность исследования в 10 больнице появился новый аппарат УЗИ стоимостью почти 10 миллионов рублей. Испорченная история при работах в рамках хозяйственного освоения территорий повредили культурный слой. Почетные титулы три рязанки приняли участие в конкурсе Миссис Россия и стали победительницами. В Рязани горит свалка твердых бытовых отходов. Ужасный запах горожане чувствуют с вечера 12 августа. Тогда и началось тушение пожара. Активисты говорят, что здесь также располагается и свалка химических отходов. Поэтому последствия пожара могут быть плачевными. Очевидцы говорят, что столб дыма от горящей свалки своими очертаниями был похож на ядерный грипп. Из-за отсутствия ветра он поднимался вверх. А с первыми порывами запах почувствовали жители поселка Строитель. Потом он стал распространяться по городу. С утра уже где-то в 7-7.15 были там же на свалке. Там продолжалось тушение. Был значительный выброс, очень сильный выброс каких-то реагентов. Там он был белого цвета. Были видны какие-то языки пламени на той свалке, на которой мы были. И весь этот дым пошел в направлении района Строитель в сторону Театральной площади. В дальнейшем переместился вот как раз на Дашке микроэм 5 и 6. С вечера 12 августа в тушении пожара участвуют несколько экипажей региональных МЧС. 13 августа огонь удалось локализовать. О его полной ликвидации говорить рано. В настоящее время пожар локализован. Для дотушения отдельных очагов пожара на месте работает 8 единиц техники. В том числе от МЧС России 4 единицы техники. Для контроля состояния атмосферы дежурит экологическая лаборатория. На данный момент превышение ПДК вредных веществ не выявлено. Рядом со свалкой располагаются сразу три садоводческих товарищества. Химик 1, 2 и 3. Все они неоднократно жаловались на то, что полигон разместили здесь незаконно. Притом помимо твердых бытовых отходов, говорят, они здесь хранятся и химические. Мы прошли посмотрели саму эту свалку. Это огромная территория залита нефтепродуктами с каким-то кислотой. Это какие-то твердые бытовые отходы. Это вонь. Это практически в 15 метрах река Листвянка. Пожар на полигоне в Турлатово зарегистрировал и портал fires.ru, на котором отображаются карты лесных пожаров в реальном времени. Данные на портал попадают со спутников, которые регистрируют тепловые точки. Если говорят, что огонь локализован, я бы так сказал. Все оно горит и дымит, и всем этим вы, ребята, дышите. Все это сейчас уходит в воздух. 13 августа состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Они приняли решение направить дополнительную технику, а также назначили проверку и запросили у арендатора документы. Заместитель главы администрации Владимир Бурмистров сообщил, что комиссии в кратчайшие сроки должна быть предоставлена информация о том, как были выделены земельные участки и совпадают ли они с документацией, представленной арендатором. Мы будем следить за развитием событий. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Новый аппарат УЗИ появился в больнице номер 10. Стоимость прибора составила 9,7 миллионов рублей. Его установили в рамках национальной программы здравоохранения. Пройти обследование можно будет бесплатно по направлению от лечащего врача. Чем уникален прибор, расскажем далее. Надежда Калашникова стала первой пациенткой, которая прошла обследование на новом аппарате УЗИ экспертного класса. Такой в регионе один. Его закупили в рамках национальной программы здравоохранения для больницы номер 10. Стоимость составила 9,7 миллионов рублей. Аппарат универсальный. Он может обследовать практически весь организм, включая органы малого таза, урогинекологические зоны, поверхностные ткани. Отличие основного экспертного аппарата от аппарата высокого класса, то, что он благодаря своими техническим возможностям позволяет диагноз поставить на ранних стадиях и поставить редкий диагноз даже в том случае, если у пациента сложный, сложной конституции, тучный пациент. То есть аппарат, скажем так, универсальный в плане того, что он берется за любого пациента. Надежду Калашникову направили на диагностику брюшной полости для уточнения диагноза. Сеанс прошел быстро. Врачи признаются, что пользоваться аппаратом легко, ведь он интуитивно понятен. На освоение потребовалось всего несколько часов, а дальше лишь практика. Восхитительное изображение. То есть сравните с фотокамерой, если то 3 мегапикселя фотоаппарата, так фотографируй 10 мегапикселей. По-другому сказать, конечно, качество изображения, детализация его, зерно, экран, великолепный аппарат. Даже в простых режимах аппарат дает максимальное качество изображения. Его широко используют для перинатальной диагностики, диагностики молочных желез, гинекологии. В ближайшее время аппарат довокомплектует кардиодатчиком, который позволит проводить УЗИ сердечно-сосудистой системы. Мощность прибора позволяет увидеть маленькие детали. Это самое важное, ну, что касается акушерства, конечно, что касается женского здоровья, онкологической патологии, потому что, как вы понимаете, чем раньше поставлен диагноз, тем больше шансов на успех. Стоит отметить, что обследование на новом аппарате УЗИ будет проводиться бесплатно по направлению от лечащего врача. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». 30-летний внук убил свою бабушку. Преступление произошло 12 августа в Рязани. Подозреваемому уже предъявлено обвинение. Делом занимается региональный следственный комитет. Трагедия произошла вечером 12 августа. 80-летняя жительница Рязани находилась в квартире со своим внуком. Он распивал спиртные напитки. На бытовой почве между бабушкой и внуком произошел конфликт, во время которого мужчина нанес ей один удар ножом в грудь от полученных телесных повреждений. Потерпевшая скончалась на месте. В ходе проведенного осмотра места происшествия с участием следователя-криминалиста отдела криминалистики следственного управления обнаружены и изъяты криминалистические объекты, в том числе следы и орудия преступления, имеющие важное доказательное значение по уголовному делу. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Внука задержали. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Пострадавшие на Кавказе рязанские полицейские идут на поправку, сообщает пресс-служба МВД. Они проходят лечение в главном клиническом госпитале ведомства. Пострадавших пятерых рязанских полицейских навестили заместитель начальника регионального МВД полковник внутренней службы Алексей Ребров и начальник медико-санитарной части майора внутренней службы Андрей Пыка. Последний рассказал, что ребята находятся в хорошем настроении, нацелены на выздоровление и скорейшее возвращение в строй. По словам Алексея Реброва, пациенты получают всю необходимую помощь в полном объеме и достойного качества. Руководство рязанского МВД организовало для сотрудников и пациентов госпиталя концерт. Напомним, в среду, 24 июля, около населенного пункта Калиновка Тарумовского района Дагестана, КАМАЗ с 13 рязанскими полицейскими опрокинулся в кювет. И вновь разрушили культурный слой. На улице Павлова в ходе работ специалисты обнаружили историко-культурный слой красного цвета, а также кости животных. Археологи зафиксировали находки. На любые разрытия, любые работы в историческом центре города археологи стараются обращать внимание, говорит Василий Конов. В большинстве своем, благодаря таким фрагментарным работам, можно создать общую картину исторических и культурных наполставаний. Дело в том, что к работам в историческом центре города должны привлекаться как рабочие, так и археологи, говорит он. Однако порой про последних забывают. Здесь, на улице Павлова, ведутся работы в рамках хозяйственного освоения территории. И рабочие обнаружили ровный слой красного цвета, а также кости животных и фрагменты керамики. Это горизонт строительства 1901 года, когда был сооружен вот этот главный усадебный дом. Что мы видим ниже? Ниже мы видим хорошо сохранившийся, археологи говорят, стратифицированный, то есть сохранивший порядок расположения слоев, неперемешанный культурный слой 18-19 начала 20 веков. То есть предшествовавший вот этому строительству 1901 года. Что мы видим в его составе? Фрагменты керамики этого периода, фрагменты стеклянных изделий. К сожалению, культурный слой 18-19 века не включен в охраняемую зону исторического центра, говорит Василий Конов. И добавляю, что рабочие обращаются с ним как с землей, перемешивают и отвозят в неизвестном направлении. А это позволило бы сделать несколько новых открытий. Раньше здесь располагалась усадьба губернского архитектора Шейна. Потом это владение принадлежало представителям дворянского и купеческого сословия. В 1901 году землю купили братья Кирилл и Федор Масленниковы. Они построили ярчайший усадебный комплекс в стиле эклектики, сохранившийся до сих пор, говорит археолог. К сожалению, сейчас вот в рамках проведения этой траншеи культурный слой получил повреждения. Мы со своей стороны сделали, провели ту фиксацию, которую мы можем провести по своей инициативе, то есть без получения специального разрешения открытого листа. И, увы, эта фиксация заключается только в составлении фотографий, в обмере и в текстовом словесном описании тех культурных слоев, тех строительных горизонтов, которые мы визуально здесь фиксируем. Археолог без получения открытого листа не может даже взять что-то из разрытой траншеи, иначе сам будет привлечен к ответственности. Поэтому такая фиксация – это все, что они могут сделать. А в разрытых траншеях можно заметить много чего интересного. В срезе траншей мы хорошо видим с вами сохранившиеся фрагменты старого мощения. Оно выполнено из дикого камня, из булыжника, но интересно, что диаметром меньшим, чем на площади Ленина, на площади Свободы, то, что мы видели, скажем, в 2018-2019 годах. Это мощение, видимо, второстепенных улиц, но сделано на территории усадьбы Масленниковых. Усадьба Масленниковых – это одно из интересных исторических мест города, говорит Василий Конов. Да и располагается оно практически в центре Рязани, так что далеко ходить не надо. Рязанские археологи написали письмо в Общество охраны памятников истории и культуры. Мы будем следить за развитием событий. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». В Рязани до конца лета перекроют часть улицы Островского. Из-за этого маршрутки и троллейбусы пустят в объезд. Сайт администрации Рязани информирует о том, что из-за капитального ремонта теплотрассы и закрытия движения транспорта по улице Островского от дома 1 до дома 9 с 10 утра 16 августа до 31 августа пассажирский транспорт будет ходить по другому маршруту. Третий и девятый троллейбус от остановки «Памятник Политаеву» будут следовать по безымянному переулку улицы Братиславской далее по своим маршрутам. Маршрутные такси номер 49 и 65 при движении в сторону от микрорайона Братиславский от остановочного пункта «Памятник Политаеву» будут следовать по безымянному переулку улицы Братиславской далее по своим маршрутам. Три Рязанки приняли участие в конкурсе красоты «Миссис Россия-2019». Все три завоевали почетные титулы. О том, как красавицы готовились к конкурсу и какими талантами покоряли судьи, расскажет наша съемочная группа. «Миссис Россия-2019» Фитнес-модель, бизнес-леди и любящая бабушка – все это можно сказать о Виталии Шатровой. Сегодня ей исполнилось 47 лет. День рождения встречают в кругу новых подруг. Вместе они представляли Рязань на конкурсе красоты «Миссис Россия-2019» и привезли почетные титулы. Виталия стала гранд-королевой конкурса. У нее трое детей и трое внуков. Они меня поддерживают во всех моих начинаниях. Вообще все, что я добилась в жизни и то, что я имею, я, конечно же, обязана своему мужу, своей семье. Конечно, если меня кто-то спросит, что вообще главное в моей жизни, я, конечно, отвечу, что это семья. Соперницами рязанской команды были около 30 красавиц со всех уголков страны. Алина Дубинина ехала целенаправленно за титулом королевы музыки. Она всю жизнь занимается творчеством. Закончила академию имени Гнесиных. У нее три красных диплома. Более 20 лет преподает в музыкальном колледже. Является лауреатом всероссийских и международных премий. Помимо этого Алина – многодетная мама. У меня две дочери, 14 и 17 лет. У меня мой супруг, с которым мы отметили во время проекта 20 лет со дня свадьбы, фарфоровую свадьбу. И, в общем, песня, которая стала хитом проекта, она называется «Костя», потому что моего супруга зовут Костя. Ирина Грибульна ее написала 6 лет назад для нас. Светлана Жаворонкова тоже не новичок. Это корона третья, которую она завоевывает на конкурсах красоты. В коллекции – звание «Мама года», первая вице-мисс в региональном этапе и третья – мице-висс России. У Светланы трое дочек. Шутят, что каждая завоевала по короне. Дети одни с бабушкой сидели. В этом плане, конечно, трудно, когда уходишь из дома. И младшая дочка ей 10 августа во время финала как раз исполнилась два года. И она говорит, возьми меня с собой. Ну, как бы, вот в этом только, наверное, я переживала из-за этого, из-за детей. А так, сложностей особо не было. Ну, то, что целый день на каблуках. Вот. Ну, как бы, корона того стоит. Девушки признаются, что красавица не просто титул, а постоянная работа над собой. Ведь теперь новому статусу нужно соответствовать каждый день. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В минувшие выходные профессиональный праздник отметили работники сферы строительства. Лучших представителей отрасли наградили в Рязанском музыкальном театре. В числе награжденных руководство одного из лидеров строительного рынка Рязани – группы компаний «Капитал. Строитель жилья». Накануне праздника в Рязани под традицией проходит выставка. На ней строительные компании рассказывают о своих достижениях. «Капитал. Строитель жилья» представил «Смарт. Квартал. Центральный». Квартал для тех, кто убирает комфорт квартиры «Смарт. 2.0». В таких квартирах просторные гостиные, продуманные до мелочей пространства с нишами для шкафов, гардеробные, дополнительные санузлы и, главное, ни одного бесполезного квадратного метра. Здесь будут современные спортивные площадки с безопасным покрытием. Многоуровневый паркинг. Предусмотрены четыре детских сада, школа и больницы. «Рязанцы видят отношения. Очень часто выбирают покупку квартиры именно у нас. Мы очень этому рады. Благодаря этому мы развиваемся, живем и растем. Я приглашаю всех, тех, кто хочет, просто приезжайте, посмотрите на наше качество строительства, посмотрите на наши детские площадки». Капитал «Строитель жилья» был отмечен региональной наградой. Генеральный директор Александр Захаров получил из рук губернатора знак за заслуги перед Рязанской областью. Кроме того, на областной доске почеты теперь есть имя прораба Артема Марковкина. «Очень рад, что моя команда выбрала меня в качестве претендента на доску почета строителей Рязанской области. Хочу сказать всем огромное спасибо. Это для меня, в принципе, честь в таком относительно молодом возрасте занять это место». Капитал «Строитель жилья» планирует в следующем году не сбавлять обороты и сдать не менее 100 тысяч квадратных метров жилья. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем официальном сайте – город62.тв – и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Профессионально помогаем выделить индивидуальность и эстетику интерьера наших заказчиков. Создавать концептуальные пространства, используя многообразие тканей, сочетание цветов, богатство фактур и сложности рисунков. Галерея «Штор» «Лотелла». Первомайский проспект 51. Инородный бульвар 9. Мама спит. Она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко. Добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустным не бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Субтитры создавал DimaTorzok